Теперь, я вам, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать о лицемерии, там, нелицемерии. То есть, все это существует. Этот стиль любви, он очень сложный. Поговорим о лицемерии. Вот, допустим, я унижен перед близким человеком. Унижение означает, я сильно хочу человека и боюсь его потерять. Вот, и он пользуется этим, он становится гордым, а я унижен. И вот в этом униженном состоянии я такой, я такой, допустим, моя дорогая, такой, моя дорогая, ля-ля-ля-ля-ля. И он говорит, что ты корчишься? И это правда. Потому что человек, который унижен, он не достоин любви. Униженный человек не может любить, он может только корчиться. Теперь второй вариант. Я, допустим, горжусь перед кем-то собой. Я такой, моя дорогая, ля-ля-ля-ля-ля. Это тоже просто смешно смотреть, потому что человек, который тебя считает выше, он не может пользоваться энергией любви. Она не движется в его сердце просто, и все. Понимаете, так, что вот кажется, игра вроде бы, да? А знаете, что эта игра недоступна многим. Потому что для того, чтобы в эту игру играть в своей семейной жизни и быть счастливым, для этого нужно иметь сильное сердце. И твое чувство собственного достоинства должно много что вытерпеть в жизни, много что перетерпеть. И обида может быть жуткая в сердце, а ты все равно не позволяешь себе поменять стиль, потому что ты точно знаешь, что даже если ты жутко обижен, даже тебя предали, близкий человек тебя предал, вообще предательство есть. Если ты этот стиль меняешь, ты никогда ему не передашь то, что он предал. Он этого просто понять не сможет. Понимаете, то есть ты, если ты унижен или горд собой, или ты теряешь вот самообладание в этих отношениях мягких и нежных любви, которая внешне может восприниматься как игра и фальшь, а на самом деле внутри это очень глубокое, чистое, светлое отношение. И человек, когда такое отношение строит, он именно видит, что внутри у человека происходит, а не как это выглядит внешне. Понимаете, люди могут это воспринимать как что-то внешнее, но ты же пытаешься глубокие какие-то важные вещи делать. Это не имеет значения, как люди будут воспринимать внешне это. Имеет значение, какой будет от этого результат. Вот, допустим, если ты своим ребеночком, я это видел, допустим, я видел, как, допустим, мать общает, вот просто я ехал из Москвы, из Питера в Москву, не в этот раз, а позапрошлый. И напротив меня сидела семья. Двое ребенок, двое детей, вот так. Здесь мальчик, здесь девочка, здесь отец, здесь мать. Вот так они сидели. И мальчик начал баловаться. И отец посмотрел на него и говорил, «Сынок, ты ведь хорошо себя ведешь?» И он, «Не очень», папе говорит, «Не очень». И мама говорит, «Сыночек, ну ты что, как бы, ну, давай, ты уже у нас хорошо, ты же хороший у нас, любимый». Вот, сестра такая улыбается, он говорит, «Так, хватит тебе паясничать?» Такая отвернулась. Вот, и он раз успокоился. Понимаете, то есть три человека сразу с ним поигрались, каждый по-своему. И все, и он успокоился, и дальше сидит нормально. Вот. Я потом видел, как они между собой общаются. То есть, очень деликатный, полуулыбчивый такой стиль отношений. Муж с женой, жена с мужем, они оба с детьми, такие, как бы, и все им объясняют точно так же. Понимаете, очень деликатно, ласково, полушутку. Ну, если кто-то там опорхунился, что-то там такая ситуация была, они таки не обратили внимания. Как будто ничего не произошло, понимаете. И я, когда на это все посмотрел, думаю, Бог ты мой, сколько счастья эти люди испытывают в отношении друг с другом. И только по той причине, что они знают, как правильно себя вести просто, и все. Понимаете, они такие же люди, как мы. Нет никакой разницы. И вот, если вы хотите знать, что в древней культуре, даже у нас, в России, вот это кто такие аристократы? Это люди, которые знали, как течет энергия любви. И они детей, и всех учили вот этому поведению. Там, конечно, может быть и лицемерие начинается, когда энергии любви нет, а ты так себя ведешь. Это жутчайшее лицемерие, которое только может быть, понимаете. Ты стиль игры, как бы, допустим, я, вот смотри, теперь что такое лицемерие. Я прихожу, допустим, ну, кто-то там приходит, изменил своей жене. Такой приходит и говорит, как у тебя дела, у тебя все нормально, я тебя так люблю. И через это просто тошнит. Потому что, смотрите, когда человека предал, близкого человека, да, и он стиль игры начинает, продолжает. То есть он продолжает стиль игры. И через этот стиль сердце же сразу раскрывается, то есть его сердце выходит сразу через этот стиль. И там что? Дерьмо в этом сердце. И близкий человек сразу же это чувствует. Это называется лицемерие. Понимаете, а когда тот же стиль любви, вот этой игры, в чистом сердце по отношению, то это передается чистое сердце, и люди счастливы от этого. Продолжение следует...